здравствуйте друзья почему деньги не делают человека счастливым вопрос все-таки современном мире деньги очень важны и без них нельзя это правда они прямо влияют на качество жизни тоже правда материальной жизни да сам я раньше думал что если будет больше денег будешь более счастливым при увеличении прибыли возрастают и расходы если раньше я ходил например в заведение определенного уровня то с увеличением прибыли стал ходить в более дорогие но качество жизни же растет и сам тоже вроде бы более счастливым не становлюсь да можно больше себе купить больше потратить не думаешь о том чтобы сэкономить лишнюю копейку с одной стороны когда денег много можешь покупать себе что хочешь захотел купил вопросы решаются в другом масштабе например если надо сделать операцию то у небогатого человека встает вопрос где взять деньги на операцию которую делают если и делают его городе а у богатого встает вопрос какой стране делать операцию свейцария или германии например ну и тому подобное а с другой многие богатые люди которые когда-то были бедными также говорят что думали что-то типа вот будут деньги заживу все проблемы решаются и стану самым счастливым а после того как деньги появились говорят что ну да деньги есть но счастья при этом нет но почему так много денег более качественная жизнь почему это не влияет на счастье на ощущение себя счастливым что тогда такое счастье как глубоко то завернули но я что знаю я не скрою бабушка моя рассказывала она ровесница века прошлого значит рассказывала что в детстве это еще было до революции значит ей няня пела песенку значит это на языке идиш была песенка о том как царь пьет чай и как царь пьет чай он берет сахарную голову а в то время сахар продавали вот не так как сейчас там песком или там ну таким сахарным песком а продавали вот частность такие сахарные головы такой конус сахарный очень короче он берет сахарную голову а это такой сахар знаете он его не так просто там растворить чем-то он такой крепенький делал в этой голове дырочку делал дырочку и наливал в эту дырочку чай а потом оттуда выпивал но так видимо прихлебывает и выпивал потом еще наливал туда чаю в дырочку и снова выпивал вот это была мечта о счастье в эти счастья это когда сладкого сколько хочешь вот была такая была такая мечта почему казалось что много сладкого это счастье ну потому что не было сладкого так и думала что когда сладкое будет так будет счастье вдруг выясняется что ты не как сказать уже получив сколько хочешь сладкого ничего кроме диабета ты не заработаешь по серьезному давайте то есть даже дорвавшись до неограниченного количества сладкого приходится себя сдерживать вот вот какая несправедливая жизнь значит то есть в основе лежит не неправильное понимание того что даст тебе такое абсолютное счастье и следующий вопрос на самом деле не менее серьезный а если вообще счастье такое абсолютно вот и пришел в какую-то точку так и дальше вдруг выясняется что больше ничего не надо уже все есть уже вот вот счастье полностью достигнутом я честно говоря не могу сказать что существует какая-то такая . в материальном мире понимаете то есть конечно не хватает чего-то материального я к материальному отношу и здоровье тоже не только деньги на которые можно сделать операцию но но само по себе здоровье даже если у тебя есть деньги на операцию на те чего-то отрезали там залепили ампутировали я не знаю заменили на металлическое господи я я даже не говорю когда просто больно но вот когда немощно понимаете это все как бы такое из материального мира достаточно материальны вот получается когда у тебя болит что-то то счастье это когда перестала болеть вот как в знаменитом анекдоте когда год купи козу то есть приходит человек там я не помню кому он там ну пусть будет кровину приходит еврей и говорит вот плохо все тут плохо там плохо в одной комнате 8 человек живем там тесно то где-то ты козу купи он он козу то мне куда он это вот к себе возьмешь комнату там и вот увидишь тут покупает козу и приходит через несколько месяцев и говорит послушай но уже так хреново что же я не знаю уже и без козы то а с козой ну просто жизни нет а теперь продай козу говорит ему тот и вот тебе облегчение давайте поэтому погоня за призрачным таким счастьем сама эта погоня призрачная и счастье призрачное погоня призрачная и наша мечта о таком знаете счастье она призрачная почему деньги для многих такой признак как как или скажем кажется что это вот и есть этот суррогат счастьем но потому что денег больше всего и не хватает покажите покажите человека пальцем уткните кому денег достаточно философу понимаете которую вообще пофигу все понимаете там дауншифтеру его не надо у него все есть вот а так человек который просто обычную жизнь ведет ему никогда денег не хватает даже даже так такому который вроде бы и зарабатывает очень прилично там спросите меня мне хватает денег и не то чтобы они мне для чего-то нужны но я я что откажусь от большего что нет поэтому что тут сказать значит всегда есть на что потратить и чтобы у тебя не было если сдвигаешься у тебя открываются новые горизонты тебе мало дома тебе надо особняк когда есть особняк ты хочешь дворец эти когда у тебя есть дворец ты хочешь чтобы этот дворец был на отдельном острове там с охраной там и так далее это все но если мы немножко другой стороны зайдем и спросили себя ну хорошо а что в наших силах вот что мы можем сделать я такую одну вещь могу скажу прежде чем я переключусь деньги не делают человек счастливым они делают его свободным это очень разные вещи то есть можно ли быть счастливым не будучи свободным это как бы сомнительная штука такая сложная очень то есть деньги не являются достаточным условием для того чтобы быть счастливым а но они являются необходимым процент может быть не тотально не абсолютно необходимым но более-менее существенно необходимым да когда ты можешь там прокормить свою семью там содержать свою семью на нормальном уровне нам что там считается приемлемым в этот момент в этом месте там и так далее вот поэтому деньги дают свободу деньги необходимы но недостаточной а еще что-то надо больше того мы знаем людей которые абсолютно счастливы и без того чтобы у них были деньги то есть как бы они за счет духовной жизни за счет духовной жизни они получают то чего нельзя купить за деньги духовные ценности за деньги купить нельзя вот такая тонкость и выясняется что человеку при том что он конечно живет материальном мире ему нужны материальные ценности но при этом ему не менее нужны ценности духовные и вот тут значит что такое счастье вот вопрос счастье это когда человек самореализован почему ему денег не хватает потому что он хочет какой-то самореализации и очень часто для достижения но хотя бы частично этой самореализации ему нужны какие-то деньги но например если он хочет семью да значит ему нужны деньги где-то надо жить что-то надо там кушать надо там не за детей там чтобы они в школу ходили хорошую это далее но ну например вот то есть получается что там еще чего то есть вдруг выяснится когда не появятся деньги на это на все окажется это недостаточно для самой реализации еще что-то нужно было но первый шаг вот он не может сделать первый шаг в направлении 2 3 и 23 понимаете если у него вот вот сегодня не хватает денег вот на это то же самое с лечением понимаете он он несчастен от того что у него нет там возможности там пролечиться я я честно говоря не очень понимаю вот этот разговор про деньги на операцию в собственном городе нам все время люди пишут что бесплатная медицина вроде в российской федерации почему друг деньги но и все время деньги собирают на операции какие-то я я вот это не очень понимаю то есть как совместить бесплатность медицинского обслуживания с постоянным сбором денег на операции может кто-то объяснить там двух словах но что тут сказать так пропускаем человека пусть едет да так вот человек человек стремится к самореализации и у нас есть видео где мы на эту тему говорим достаточно подробно это про зону комфорта но но в принципе если ты пришел на эту землю так и у тебя есть какая-то сверх задача в этой земной жизни так такое ощущение что солнышко светит в камеру я поверну на себя значит у тебя есть какая-то там сверх задача который ты должен решать по этой жизни и ты ее не решаешь вот и несчастный если ты решаешь эту задачу если ты самодостаточен если ты как сказать знаешь что ты делаешь то что должен делать и вот тебе и счастье ты можешь быть очень бедным вот буквально на днях я письмо зачитывал там молодой человек писал что с родителями трудно стало разговаривать мама ему говорит что пусть лучше я там буду на хлебе и воде но чтобы не было войск нато там на наших границах ну то есть она она думает что она поголодает и они оттуда уйдут на этом но это отдельно но она вот вот это и счастье это же не просто так это не шутки это то что ей нужно для счастья совет это ее самореализация такая она вот в этом вот реализуется давайте поэтому это гораздо больше чем просто там желание скоммуниздить кусок земли там у другого государства или там кровью его залить это гораздо больше чем и это почему это важно это самореализация в чем состоит это самореализация зависит вот какой человек поэтому если вы ищете счастья то деньги это очень хорошо но недостаточно и вы должны искать вся наша жизнь это поиск вот этой симфонии то который мы должны отыграть нотки нотки пособирать мы всю жизнь ее собираем эту симфонию по кусочкам чтобы отыграть и в этом смысл если вы на пути если вы знаете что вы на пути вот вы и счастливы и счастье это не когда ты пришел в точку а счастье это путь понимаете счастье это не момент когда цель реализована а счастье это путь к той цели которая для вас значима сегодня а она может поменяться вот вы достигли этой цели у вас появляется другая значимая цель и вы на пути к этой новой значимой цели может быть даже не достигли а посреди пути поняли что это не та цель ну ничего страшного вы откинули пошли дальше у вас новое видение новые горизонты раскрылись и вы счастливы потому что вы на пути к понятные вам светлые цели поэтому вот вот и все конечно есть люди которые говорят счастье это когда нет какой-то большой беды вот допустим когда все здоровы это счастье или там когда нет войны это счастье понимаете по сравнению с эти для людей которые пережили войну или какую-то там жуткую болезнь или что-то такое страшное и дай бог не знать понимаете но но это бывает и для этих людей уже просто отсутствие вот этого вот это уже такое такое это целое счастье знаете и когда они смотрят на тех кто ну чего-то большего хочет они ребята вы просто не понимаете насколько вы уже счастливы вы просто не понимаете да поэтому зависит от того к чему вы приходите и я помню вот поколение наших родителей бабушек и дедушек вот они на абсолютно любые ну какие-то жалобы претензии к системе к жизни там и к чему-то у них всегда был такой ответ они говорили если ты только вот пережил то что мы пережили там в гражданскую в раскулачивание в коллективизацию великую отечественную в эвакуацию на фронте там у кого что ты даже не понимаешь какой ты счастливый человек мы ты этого даже не знаешь тебе хочется еще чего-то я помню интересный был дядька там какой-то был митинг я не помню с чем он там был связан что такое там по еврейской линии и там люди были которые ну ругали израиль что вот то не так и это не так там и так далее а дядька был уже такой очень ветхий и он когда до микрофона добрался американский дядька он когда добрался до микрофона светился ведь он говорит ребята он как я вот смотрю на вас я слушаю этот там израиль ругайте я бы и и говорит я думаю какие вы счастливы какие вы счастливы у вас есть что ругать вот ягод помню время когда не было никакого израиля и нечего было ругать абсолютно вот ничего не было вот а у вас уже есть и вы уже счастливы и вот что можете его поругать поэтому можно можно написать там 10 миллионов страниц там про счастье или несчастье и это будет мало потому что во первых сам никто читать не станет во вторых всегда кто-то еще что-то захочет сказать может быть даже мы сами которые написали эти 10 миллионов страниц захотим добавить но я думаю что в существенном таком я я ответил счастье это самореализация и это не . а путь это путь понять в чем наша самореализация это конечно очень непростая задача и и опять понять нашу самореализацию и это тоже путь это тоже не . понимаете вы наверное бывают люди которые родились вот и они как бы уже знают я и я думаю что такое бывает наверное мы может быть встречали таких людей но в общем и в целом нет такого красивого ответа знать прививку сделал и счастливый или там сколько вам нужно денег для счастья шура а вот там столько то ну все получи деньги и ты счастлив так не работает но я думаю что позитивная часть этого состоит в том что человек задается вопросом если он задается вопросом значит у него появляется возможность найти ответ но или приблизиться к ответу или как-то может быть хоть просто духовно вырасти понимаете потому что он мог например взять там сказать что-то деньги есть счастья нет и например пойти сделать какую-то гадость или там проматериться или напиться водки там какой-нибудь или не знаю у колодца там дрянью какой-нибудь братья а он вместо этого философствует он задается вопросом и это уже очень очень хорошее направление что так что мы давайте поблагодарим нашего зрителя за хороший вопрос вот а я приехал к месту прохождения медицинского appointment и направляюсь к доктору счастлива